Добрый-добрый-добрый день, МКФ на друг, это студия игрокам ТВ. И мы возвращаемся ко второму матчу между командами Вичи Гейминг и Ньюби. Ньюби на данный момент забрали себе Клокверка, Лину, Вайпера и Рубика, а Вичи Гейминг ответили Снайпером, Леоном, Морфлингом и Сент Кингом. Что касается прошлого матча, Вичи Гейминг проигрывали поначалу порядка 4 тысяч по золоту 5 по экспириенсу, а потом приумножили свое преимущество в 3 раза, отбили все к 0, а дальше сверху десятку. Заработали на команде Ньюби и уже не отпустили их. Там был тролль от Хао, сейчас будет Морфлинг от Хао. Собственно, все что будет от Хао для команды Ньюби губительное. На данный момент Вичи Гейминг, скорее всего, забрали Морфа себе в легкую, то ли он то ли с Сент Кингом будет саппортить, то ли сам по себе будет саппортить, а Сент Кинг отправится в сложную. Ну и Снайпер, скорее всего, отправится в мидлей. Вполне может быть, что Сент Кинг у нас исключительно для Айс Айс Айса, чтобы выформить быстрый левел, как в прошлом матче, где Айс 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 играл на войде. Ну а дальше что? Дальше Эпицентр. Ничего более. Со стороны команды Ньюби. Клокверк, наверное, отправляется в сложную. Вайпер, я думаю, пойдет фармить мидлейн. Лина то ли саппорт, то ли керри вниз. Узнаем Рубик, разумеется, саппорт. В прошлой игре Рубик у нас был со стороны команды Вичи Гейминг. Был он для FY и получился просто на ура хорошо. Рубик участвовал практически во всех файтах. Там миллион ассистов. Поэтому, если сейчас успех прошломатчевого выступления Рубика получится команде Ньюби повторить, то, возможно, катка закончится со счетом 1-1. Ну, смотрим. Последний пик от команды Вичи Гейминг. Не верят Ньюби в то, что Сент Кинг отправится в сложную. Благодаря Айс Айс Айсу думают, что будет еще один герой для сложной. Посмотрим, насколько правы были Ньюби. И насколько прав был я. Потому что мне кажется, что СК как раз для Айс Айс Айса и как раз для сложного лайна. Это уже разыгрывается давным-давно в СНГ Доте. Йоку живой тому пример, который на Сент Кинге, на Шейкере отправляется у нас в сложную линию. Выфармливает левел, приходит, бьет лица. Вот, и китайцы тоже к этому постепенно приходят. Сларк, последним пиком для команды Ньюби. Подумали игроки команды Вичи Гейминг, что там будет Брист. И что Брист отправится у нас в сложную линию. Или куда там Брист. На легкую, наверное, отправится. Да, думали. Будет фармящий Брист. У нас в итоге фармящий Сларк. Что куда опаснее. Последний пик от команды Вичи Гейминг. Брудмазер залетает для Вичи. Ну и да, все-таки Ньюби больше меня понимают в Доте. Даже удивительно. И Айс 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 отправляется у нас на бруде в сложную. Хао будет фармить легкую линию на Морфлинге. Супер. На Мидлейне Снайпер. Ну и дальше Леон и Сент Кинг саппортить Хао. Скорее всего. Я думаю, что Бруду оставят в соло. В общем-то, для нее это не проблема. Ну и со стороны команды Ньюби. Му берет себе Вайпера на Мидлейн. Сан Шэнк будет саппортить на Линни. Джун в сложную на Клокверке. Банана будет саппортить на Рубики. И Рэббит фармить на Сларке. По пику на самом деле какого-то особенного преимущества не видно. Есть мощнейший, абсолютно мощнейший и убийственный Мидлейнер. По имени Вайпер со стороны команды Ньюби. Если Му здесь расформится и вынесет раннюю Меку, то, конечно, начало игры будет за командой Ньюби. Со стороны Вичи Гейминг на Мидлейне Снайпер. Поэтому никакой Мекой, фаст Мека здесь пахнуть даже и близко не будет. Морф тоже у нас в Меку не пойдет. А Брудмазер Мека не нужна. Поэтому на ранних лвелах есть подозрение, что Вайпер преимущество своей команде организует. Много здесь от Му зависит. Фай вытаскивает на себя Джуна. Причем видит его и подстопил. И байтит на себя. Но это же очевидно, почему Фай у нас идет лунной походкой. Потому что за Файом еще целая армия команды Вичи Гейминг. Вчетвером по хайграунду игроки команды Ньюби. Снизу идет Му. Начинает наплевывать по Файу. Ничего Фай не качал. Хао. Начинает настреливать по Джуну. По одному удару от Фенрира и от Хао. Джуну просто на дорожку еще одну плюху дает. Здесь Леон. Команда Ньюби отсюда должна уходить. Продолжает фатиться. Шрапная ля от Супера. Ну так ворвитесь и размашьте их. Нет? Нет. Вичи Гейминг не рискнули нападать. Хотя команда Ньюби не додавила. В итоге Хао забирает баунти руну. Ловит стан от Саншенга. Джун Коги не очень удачный. Хао улетает у нас в собственный лес. Баунти руна вверху. Для Хао на нижнем лайне руну забрал. Сейчас узнаем кто. Это был Айс Айс Айс. И в итоге команда Вичи Гейминг начинает с преимущества в 300 голды. И 200 еще и по экспириенсу для Вичи. Как видим по пенантам топят за Вичи помощнее, чем за команду Ньюби. Рэббет. Пока что в соло против Айса. На помощь уже пришел Банана. Есть Даст если что. Есть Сентри Вард. Поэтому Айс 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 здесь в принципе не должен себя комфортно чувствовать. Ну не считая вот этой вот прогулки в деревьях. Рецепт на соло рингу Айса. Будет спамить плевками своими. И таким образом хоть как-то подпушивать линию. Но убивать спайдерлингов Сларку не сложно. Все это делается через Дарк Пакт. Это не проблема вообще. Одну кнопку нажал. По-моему за два раз каста даже четвертые паучата должны сгорать. На легкой линии команда Вичи Гейминг. Хао фармит и Файмун помогает. Против Хао стоит здесь Джун. На Клокверке уже второй левел. Крипы подпушили практически под Т1. Поэтому Джуну можно и подфармить. Не проблема. У Хао в свое время 5 на 0 крипстат. Темпачку крипов вводит Джун. Вводит от Джуна. Джун переагрил их моментально на себя. Ракета. Оставьте Урс в покое. Будем драться с крипами. Джун здесь очень здорово сыграл. Айсайсайс. Просто стоит, получает экспириенс. На лайн не появляется. Кто знает, что его здесь ждет. Банана здесь уже появлялся и был. И тот же Спайдерлинг здесь чекает, что где находится. И блочит. Неужели блочит спот? Да, здесь Таракашка блочит спот нижний. Какой скилловой игрок команды Вичи Гейминг. Ну, с другой стороны, чего мы от Айса еще могли ожидать? Бруда в итоге практически третий левел. Рэббит уже тоже почти третий. Все, Рэббит забрал третий левел. Супер. В это время у нас забирает Вайпера. При помощи Финрира смещается в мидлейн. Наслеон минус Вайпер. Фуай на лайн не выходит. Стоит, получает экспириенс по кустам. На лайн будет выходить только если Джун вдруг начнет опадать. Джун без батарея саут. Коги в один вкачал ракету в два. Подкоп пошел по Джуну. И сейчас без батарея саут Джуну будет неприятно. Закрывает себя вместе с Фуайем. Ну, Хау дальше не пошел и рисковал удариться. А Коги ему это вообще не надо. Лина в это время забирает у нас Брудмазер. 1 на 1 становится счет. Три минуты сыграли. По итогам файта на бруде 350 поднимает команда Ньюби. Вот. И 250 по экспириенс. Ну, это ранние левелапы. Экспи тут вообще почти ничего и не дают. Супер на мид лейне. Уже с Аквилой. В принципе, Тапок в Курьере должен ему уже бежать. Не отфинерирует Тапок. Ну, супер, а деньги на него, если что, имеются. Ну, думаю, стандартная сборочка. Фазы, Мом. И нечего выдумывать. Комбинация работает. Пушт работает и дальше. Рэббит прыгает на Айса. Не достает. Паунсом в итоге Айс у нас выживает. Совсем чуть-чуть не хватало. Кстати, Тавер у нас на Саншенга переагрился. И Айс Айс на Саншенга. Подкоп от Фенрира. Саншенга сгрызли. Дальше можно и за Рэббитом. Фенрира на лоу хп. Она начинает настреливать здесь по банане. Но Рэббит уже сейвит своего тиммейта. Счет становится 1-2. В пользу команды Вичи Гейминг. Лишние себе позволяют Ньюби. За это их Вичи и наказывают. Вичи реально сейчас по составу гораздо сильнее. Ну, не гораздо, но так ощутимо сильнее, чем команда Ньюби. Без Ксяуэйта Ньюби немножечко не те. И это видно. И они где-то стали хорошим таким среднячком азиатской доты. Рэббит на Фенрира. Даркпак под ноги Стан промазывает здесь Саншенг. Но у струки могли бы и дострелять. Фенрира нет. В итоге Саншенг не убивает Фенрира. Уходит у нас на лох и палеон. И теряют игроки команды Ньюби еще и своего мейнкерри. Ну да, неприятное начало. С какой стороны не глянь. ФБ это, конечно, хорошо, великолепно. Но 3-1 счет. Понимаете, что все преимущество команды Ньюби от ФБ уже в никуда отправилось. По Голдевичи гейминг 2000. По Экспириенсу 1000 с копейками. Тоже для коллектива Вичи. Шрапнель пошла от Супера. Сколько здесь? 2 Коррозив Скин. 2 Пойза на Атак. И Незертоксин в 1 Му. 3 хп осталось у Му, когда в него влетел Ассасинейт. 1 удар несчастных не хватило Снайперу. Или хотя бы 1 взрыв от Шрапнели. Не повезло команде Вичи гейминг и очень сильно пропнуло здесь Вайпера. Где-то какая-то миллисекунда паузы и проблемы были бы у Вайпера. Джун встряет у нас на топ-лейне. Финрир вместе с Хао разваливает у нас Джуна. Фраг забирает Финрир. Это уже... Нет, это первый килл для Леона. Но Леон участвует у нас в киллах вообще по всем абсолютно линиям на карте. Супер, а поймали на мидлейне. Му забирает этот фраг. Счет становится 2-4 под Шрапнелью. Вайпер и 70 хп всего у него. Так, Рубик в это время у нас горит. Во вражеском лесу. Банана, что ты здесь делаешь? FY забирает у нас Рубика. И счет становится 5-2. Как-то странненько вообще. Перемещается у нас команда Ньюби по карте. Уже наперемещались, что 5 раз отдали своим соперникам. Лина еще у нас от Хао погибает. И дальше за Муу. Хао фулл хп, ассасинейт. И Хао дабл килл. На мидлейне за Т1. Между Т1 и Т2. Причем не пушила команда Вичи Гейминг. Просто Хао сам по себе на быке вообще пришел. И немножечко поиздевался над командой Ньюби. Джун поймал у нас в это время Финрира. Финрира уходит. Заканчивается батарея саут. Ну здесь Рокет и минус Финрир. Счет 3-7. 7 минут сыграли 10 фрагов. Кто бы мне сказал, что китайская Дота бывает такой. Ну бывает. На самом деле на Инте примерно это и было. Тут уже давным-давно травой поросло поверье, что китайская Дота это скучная, нудная ерунда на 70 минут. Хотя, конечно, и не без этого. Вчера у меня седина по вискам пошла, пока я комментировал два китайских коллектива. Были это Ехоум против... Не помню, а IG? Нет, это были IG против, по-моему, Брейвхард. Вторая катка. Просто не игра, а самоубийство. Для зрителя, комментатора. Да, наверное, и для игроков. Я думаю, что она им приносила удовольствие. Там около 70 минут была игра. Вообще без фрагов. Ну, классика. Классика жанра. Которая, к счастью, постепенно отходит у нас в никуда. На Супера можно попробовать выйти. Хотя, может, и команда Вичи Гейминг выйти у нас на Му. Недалеко находится Джуна. У Джуна есть хукшот. Будет ли врываться в Супера. Ракета четвертая для Джуна. Хукшот промазывает. Ну, и здесь плевок от Му тоже промазывает по Суперу. Все, может смело отсюда уходить Джун. В это время Рубик забирает у нас Брудмазер. Понятно, что не в соло. Здесь Рэббит очень сильно постарался. У Рэббита уже есть ПТ, Ринг оф Протекшн, Мэджик Вонт. Всего по чуть-чуть. Для Сэнкинга появляется Даггер. Восьмая минута, семнадцатая секунда. ФВАЙ уже приносит себе Даггер. Очень здорово пофармил здесь себе ФВАЙ. Ну, мы видели, там куча мультиспаунов была. Супер, на ло ХП. Вайпера расковыряли. Супер выживает. И убить его просто нечем. Пять-восемь становится счет. По золоту Вичи Гейминг четыре. По экспириенсу полторы тысячи тоже для Вичи Гейминг. Рэббит опять ковыряться здесь с Айс 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 Айсом. Тавр уже практически спушился. Ло ХП здесь. Ну и машинка добьет или не добьет. Ну и не доняет Айс 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 Тавр. Даже удивительно. Два ХП оставалось у Тавра. Даже паучата развалили бы у нас в итоге. Т1 по нижнему лайну. Джун в это время у нас разваливается на мидлейне. Му. На Супера никак вообще не ворваться. Супер у нас уходит. Ну и по итогам всех файтов команда Вичи Гейминг все равно остается в плюсе. Они давят, они видно, что сильнее, они более организованы. Поэтому все равно ошибок по минимуму. 4 тысячи по золоту и по экспириенсу 2,5 тоже для команды Вичи Гейминг. У Супера уже есть фейсбуцы и Ринго Факвила. Для Брудмазер. Уже 2 Сейдж Маск. Это все готовится выход в Обливент Стаффы. А дальше Оркет. У Леона тапок больше ничего. У Сэн Кинга. После Даггера. Тоже ничего не появилось. Всего лишь 100 копеек для ФВА. Так, Хао. Ну куда же ты? А Хао с Джуном здесь и бананой разбирался. Давайте посмотрим, что случилось у нас с Хао. Фукшот у нас в Хао. Под ноги лайтстрайкерой. Ну и спокойненько развалили Морфа. Счет становится в 6-9. За одного Хао забрали 630 золота. 800 экспириенс игроки команды Ньюби. А Рэббит гоняет Айса только вот по каким-то клифам, по подвалам. Рэббиту можно драться. Ну что Рэббит, успеет ли войти у нас в Шадоу Дэнс? Не получается. Леон очень вовремя под коп. Развалили мейнкерри команды Ньюби. 6-10 становится счет. Ряд Транквилл приобретает у нас Лина. Приобретает Рубик. По чуть-чуть, по кусочку отгрызают. Здесь Тавр. Джун и все остальные решили поддефать за Дэнайт. Ну и Клокверк в итоге Дэнайт Тавр. Врыв в Айс Айс Айс. Айс 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 на лоу ХП. Бьется об Коги. Развалили у нас Брудмазер в данном файтер. Развалили у нас еще и Лину вместе с Клокверком. Даблкил от Бананы. Также в составе команды Ньюби. Рэббит вгрызается Финрира. Финрир на лоу ХП. У Рэббита Шадоу Дэнс проюзан уже. Ну и Супер будет драться с Рэббитом. Рэббит, скорее всего, здесь умирает. Нет, Рэббит у нас живой. Еще бы один удар. Но что ж такое? Супер. Немножко завтыкал слишком. Рано провязал Ассасинейт. Даже непонятно зачем. Расстояние было ничтожное. Можно было бить с руки. Пока вообще дикий лоу ХП не будет. У мейнкерри команды Ньюби. А потом уже Юзати с Ассинейт. Что-то там перемудрил немножко мидер команды Вичи Гейминг. После этого файта по золоту 4,5 Вичи Гейминг. По экспириенсу 2000 тоже для них. Интересно, да? Выглядит снайпер. Вот так стреляет снайпер. Убийственная сила. Снайпер, у которого больше всех дэмэджа на карте, стреляет глазами просто. Все, починили снайпера. Мом прилетает для супера. Есть фейсбуцы, аквила. Ну, потихонечку выходит в стандарт. Да уже, в принципе, все есть. Фейсбуцы, маск оф мэднес. Что еще нужно снайперу? У морфа есть уже персик для хао. Больше пока ничего. Крип стат 72 на 9 и 3.1 КДА. Хао, в общем-то, уверенно себя чувствует. Ну, пошел лес фармить. Может себе позволить. Через вейвформ. В принципе, крипы быстро умирают. Парочка вейвформ. Любая пачка разваливается. Айс, Айс, Айс. По лесу за Рэббитом. На Рэббита врываться смысла вообще никакого. FY. С эпицентром через 5 секунд. Что с Виженом? Джун. Такое ощущение, что уже хукшот собирается давать. Нет, Вижена, как я понимаю, как такового нет. Тараканы могут окружить Джуна и съесть его. Все, видит Фенрира здесь. Джун врывается на Айс, Айс, Айс. Закрывает его в коге. Просветили Айс, Айс, Айс. А Фингер Оф Дэс. Минус Айс, Айс, Айс. Причем Фингер Оф Дэс дает Рубик здесь. Как ли он неудачно у нас поступил в данном файте. Бруду разменяли на Рубика. В плюс для команды Ньюби. 100%. 650 заработали они по золоту. 1200 по экспириенсу. Финрир вместе с Супером перемещается на Мид Лейн. Пошло давление на Му. Фингер Оф Дэс от Финрира. Юзни что-нибудь еще. Не давай Рубику еще один Фингер Оф Дэс. Ну и здесь от Ф. Очень крутой эпицентр. Минус 4 делает команда Вичи Гейминг. Опять же теряет Брудмазер. Здесь же Бруда у нас просто самый серьезный фидер. В составе команды Вичи Гейминг. Но делает минус 4 при этом Вичи Гейминг. И зарабатывает. 3800 по экспириенсу. 1600 по золоту. 10-17 они давят уже очень серьезно. 7000 по золоту. И 4,5 по экспириенсу. Т1 на миде для Морфлинга. У Хао 2400 есть на руках. В принципе немножко совсем 1000 голды остается до Линкен Сферы. У Снайпера в это время появляется Блейд Тофалакрити. Супер выходит в Яшу. Дальше Сэнджин Яша. У Бруды уже один Обливиант Став есть. Сейдж Маск 240 на руках. У Леона 2700. Примерно до Даггера после этого крипа. Бруду мы видели. Морф-морф. Сэн Кинг 900 после Аркан Блудсов. Даггер уже есть. Мэджик Вонт есть. Брасер тоже для FY имеется. Ну и дальше по команде Ньюби. Мейн Керри, Сларк. Рингов Аквила. И Пауэр Трэдс Рэббит ждет своего Даггера. Он может дождаться падения своего трона. Таким вот запаком. Помимо Рэббита. Тут еще Му есть в составе команды Ньюби. Тот, кто должен фармить. Хоть по чуть-чуть. Так, Джун у нас отправил тараканов назад. Коги очень удачно поставил. Му цепляет у нас Айса-Айса. Так вот, у Му уже готовая Мека есть. Курьеры, правда, потеряли игроки команды Ньюби. Все это благодаря Паукам Айса-Айса. Му наплевывает по Айсу. Еще один удар. Айс умирает. Ну и Му отсюда вряд ли уже уйдет. Супер, в принципе, под Момом, под Шрапнелью. Супера не отпускает. Два в два в итоге размен. Я думаю, что все-таки в пользу команды Ньюби. Нет, Вич и Гейминг забрали здесь очень важную персону. Вайпера. 716 по голде зарабатывают Вичи. По экспириенсу 2400. Тоже они. Рэббит за Супером. Уже настилил неплохо. В принципе, ловкость. И можно и дальше гнать. Ну, Хаот закрывает, собственно, водяным телом у нас Снайпера. Сларк отстал от него. Скорее всего, умирает здесь Банана. Подкоп пошел от Бананы. Краденые подкопы. Хау на ЛОХП. Перекачивается в силу. Рэббит может дальше за ним. Убивают у нас Рубика. Финрир отсюда уходит. Хау тоже живой. Вич и Гейминг двоих забрали. И спокойненько отошли на свои позиции. Вот здесь Сэн Кинг. Через Баррл Страйк уходит. И точно так же Рубик себя вел. Баррл Страйк здесь был у Финрира. У ФАи, точнее. Бананы вообще, да. Финрир, ФАи, все смешалось. У Финрира уже есть Даггер. Помимо Даггера Транквил Буци на Леоне. Ну, нормальный, врывной. Ворвался, дал Фингер Оф Дэс, убежал пешком. Подкоп Хекс это тоже, в общем-то, полезно. И если из ниоткуда врываться, то абсолютный плюс для команды Вич и Гейминг. Хау вышел на Му. Адаптив Страйк в Му дали. Ну и врывается ФВАи вместе с Эпицентром. ФВАи практически все ХП здесь теряет. Му настреливает по ФВАю. Подкоп от Бананы. Банана просто чудо какой-то с Тимбара у Страйком творит. Минус 3 делает команда Ньюби. Теряют Снайпера Вич и Гейминг. Теряют Сэн Кинга. Теряют Брудмазер. Забрали только Лину. Тут по ФАйт Рекапу, наверное, ужас какой-то будет. Еще и Хау на Хэкграунде знает, что находится. Банана может, в принципе, за счет подкопа ворваться у нас на Хау. Ворваться и спустить его. Нет, он здесь Спайдерлингов просто разваливает. Куда полетел Репликейт Морфлинга? Все, Репликейта у Хау нет. Рэббит за ним. Адаптив Страйк в Рэббита. Рэббит дальше за Хау. Джун ловит у нас Хау. Стопят здесь Хау. Ну, скорее всего, здесь Морф может... Нет, Морф у нас в итоге уходит. В итоге всех. И от бабушки, и от дедушки ушел Хау. Рэббит дальше за ним. Ну, уже ФАйт здесь. Рэббит дождется и доиграется. Шапнет под ноги Рэббиту. Рэббит, скорее всего, здесь умирает. Морфлинг на лоу ХП бежать отсюда. Вайпер Страйк поймал. Айс 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 на Банану. Минус 3 уже делает команда Вичи Гейминг. Вайпер на лоу ХП. Трипл килл от Айс Айс Айса. Минус 4 Вичин Гейминг. Так, зачем Ньюби бежали за этим Хау, непонятно. Морф, который перекачивается в силу, имеет столько ХП, сколько не имела никогда команда Ньюби. В итоге Хау сейчас у нас поймает ракету. Вот бы смеху было. Понятно же, что где-то стоит, перекачивается. Будет ли ракета от Джуна? Нет, не будет. Хау тысячу ХП себе оставляет и пошел драться. Есть у него Линкен Сфера. В принципе, бёрст дэмэдж сразу так и не ввалишь в него. Не поднять в воздух, не той же лагуна Блейдом от Саншинга засветить. Ничего этого быть не может на морфлинга со старта. Поэтому чувствует себя в принципе в безопасности. Перекачался в ловкость. Дэмэдж из руки 160. Собирать теперь будет Этериал Блейд по классике. Ну, странно. У нас 21 минута всего сыграно. А я удивляюсь, почему у морфа такие слабые артефакты. Всего лишь 21 минута. У меня такое ощущение было, что минут 40 уже играют команды. Это, наверное, из-за обилия фрагов, которые у нас на карте имеются. За 21 минуту 42 убийства. По-моему, это очень даже неплохо. Финрир с Даггером. Можно врываться в мук. Главное, чтобы Хау или кто-нибудь еще. Помог ему. Ну, кто-нибудь еще. Кто же еще? Хекс пошел по му. Хау врывается в му сюда. Адаптив страйк в него. И Finger of Death вместе с ударом от морфлинга разорвали Вайтера. 17-26. В это время Банана юзает здесь ульту. Так смешно юзает ульту Брудмазер. Не хватило, правда, скорости атаки, чтобы отъесться. Разорвали его. Трипл кейл от Хау в данном файте. Минус 3 делает команда Ньюби. Минус 2 делает... Точнее, минус 3 делает Вичи Гейминг. Уже минус 4. Минус 2 делает команда Ньюби. 19-29 продолжается давление от Вичи. 5-100 по экспириенсу. 1300 по золоту. Вообще, Вичи Гейминг за 10, даже за 12 перевалили по золоту. А по экспе где-то 9000 для них же. На Роху у нас отправляется Леонард Хау. Просто потанковать. Уже здесь Айс, Айс, Айс. Недалеко Фенриир. Могут себе позволить. Ну и Морфлинг перемещается у нас на Рошана. Рошан должен здесь умирать. В принципе, никто из команды Ньюби понятия не имеет и не суется туда в Рошпит. Поэтому Вичи должны смело забирать данного героя. Героя или моба. Рейдбосса, в общем. Раскастовка от ФВА по Саншенгу. Саншенг выживает. 20 хп Саншенг отсюда уходит. Какой ужас. ФВА развернулся. Думал, что все закончилось. Саншенг мертвый. Но теперь-то Саншенг должен умирать. Да, подкоп у нас еще и по двоим от Фенрира. ФВА здесь на ло хп. Забирает у него банана Сэнсторм. Сэнсторм. Не успевает. Провязать нормальный Сэнсторм у нас банана. Умирает от Сэнкинга. И Клокверк забирает Сэнкинга. И Фенрир. Даблкил. Еще и Сларка отправляет в таверну. Вичи Гейминг делает минус 3. Джун на ло хп. Снайпер его не отпускает. Минус 4 делает Вичи Гейминг. Чет 20-33. По итогам файта всех, кроме Вайпера, забрали Вичи. Ну и по голде зарабатывают полторы тысячи. По экспириенцию 5 тоже для Вичи Гейминг. Для морфинга появляется Этериал Блейд. Уже готовый Этериал летит в Курьере. Смотрим. Выкупается у нас в итоге Джун. Выкупается Рэббит. Команда Вичи Гейминг просто-напросто отходит. Хотя бы на чуть-чуть. Выкупился Джун и Рэббит. А что делать? Стоять смотреть, как падает твой Т2. Но это все, чтобы хотя бы на хайграунд не зашли игроки команды ВГ. Хао из Когов улетает от Джуна. Не проблема совершенно. Ну и опять же здесь нам под сейф есть Фенерир в любой момент. Хао уходит. Этериал у него есть. А где Репликейт? А ну-ка, морф. Вот он, Репликейт. Сейчас здесь будет морф. Отхилился, можно и лететь. Ну-ка. Вот, пожалуйста, на последней секунде Хао прыгает на собственный Репликейт. Уже на нижнем лине. Рэббит здесь. Рэббит с Даггером запрыгивает на хайграунд. Морф за ним. В итоге Хао здесь постоять еще придется. В это время по мидлейну подпушил Айс Айс Айс. Му становится просто-напросто бесполезным. У него есть Хенд оф Мидас. Это после Мекки, Рингов, Аквилы и ПТ. В это время Рэббит у нас умирает от морфлинга. Так, я хочу посмотреть. Это все Этериал или как это было? Этериал, Адаптив Страйк. Так и есть. Морф, в принципе, теперь с одного рассказа убивает мейнкерри команды Ньюби. А дальше с руки по саппортам. И это не проблема совершенно пережить здесь все. Есть линкен сфера, есть перекачка в силу. Такого серьезного бёрст дэмэджа от команды Ньюби практически нет. Что касается того же морфинга. ФА уже готов раскастовать здесь эпицентр. Врывается на хайграунд. Здесь Хао. Этериал Блейд пошел у нас в... Банану. Банану отправили в таверну. Этериал Блейд пошел по Му. Будут пытаться засловить. Нет, уходит Вайпер. У команды Вичи Гейминг возможности зайти на хайграунд на самом деле не так много. Есть чем отпушивать. Здесь есть Лина, которая постоянно задувает и делает лайтстрайкеры под ноги. Здесь есть Рэббит, который через Дарк Пакт все может легко отпушить. Рэббит уходит у нас на хайграунд. Просто Шадоу Дэнс в никуда. За ним Хао. На банану. Хао сбивает линку. Хао есть Аэгис. Развалили у нас Хао. Аэгис потерян. А теперь можно файтиться. Джун на ло хп. Снайпер его расстреливает. Хао за Джуном. Джуна убивает. Виккедсик уже от него. И ульта пошла от ФВА. Му на ло хп. Ассасинейт не дают вообще проязать. Мидлейн падает. Команда Вичи Гейминг жива в полном составе. Просто разменяли Аэгис Хао. На что? На победу в этом матче. Гудгейм. Пишет команда Ньюби. Ливают они. Поздравляем Вичи. Они правда сильнее. Они сильнее на любой позиции. На любом лайне. И это более чем заметно. Ну Ньюби не те. И не те Ньюби. Потому что не те они просто по составу. Я думаю вы это прекрасно понимаете. Поздравляем команду Вичи Гейминг. Они выигрывают с счетом 2-0. Одну секунду не переключайтесь. Я скажу что у нас на повестке. Дальше у нас матч между командами IG и Вичи Гейминг Потеншал. Посмотрим что там у них происходит. На каком вообще они этапе. Ну Вичи Гейминг Потеншал идет у нас на втором месте в своей группе. А IG идут на первом 4 игры. 2 победы, 2 ничьи. У команды Вичи Гейминг Потеншал 3 игры. 2 победы, 1 ничья. Так что могут побороться за первое место. Отставание всего в 1 поинт. Услышимся через некоторое время. В принципе по графику, по расписанию. В 16.00 данный матч должны начать. Китайцы ребята пунктуальные. Должны начать вовремя. Все. Пока что не переключайтесь. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Группа ВКонтакте. Группа на Ютубе. Услышимся через... Через сколько? Через полчасика. Все. До связи. Продолжение следует.